Так ребятки, всем здорова! Сегодня в общем пришла мне идея сделать ролик про то, как игровым путем достать экипировку своему персонажу. Есть мнение как бы о том, что игровым путем очень сложно в эссенсе что-то доставать, давайте узнаем насколько это правда. Меня зовут Конор и сегодня я проверю как это ёпта работает на самом деле. Ведь я играя без доната за 4 месяца игры добыл очень немало крутых итемов и сейчас готов поделиться с вами некоторыми мудростями. Сегодня мы узнаем как легко и без затрат можно достать кучу буста, как добываются талисманы Адена, как найти у себя в инвентаре талисманы скорости и буквально за пару недель сделать то, что люди делают долгие месяцы. Каким образом можно получить венец героя, один из самых дорогих вообще итемов в игре. Также найдем пояс дракона, который нужен каждому персонажу, талисман властителя, за которым гонятся многие топы. Ну и немного пройдемся по лучшим способам богатеть в игре и забирать все, что хочется, не вкладывая ни копейки. Но сначала обязательно подпишись, поставь лайк и напомню, что зарегистрировавшись по ссылке в описании, ты получишь на первого созданного персонажа кучу бонусов, которые сейчас даются новичкам в тестовом режиме. Этим можно дополнительно усилить свой старт. Кстати, если ты знаешь еще дополнительные способы буста, пиши в комментариях, и если будет действительно крутой совет, то я скину тебе кодик на эл монеты. В общем, поехали. Самое простое, что можно делать, это выполнять задания. Каждый день получаете очки выполнения и в конце месяца забираете главную награду. Таким образом можно получить пояс дракона, венец и талисман властителя. У меня на ИЕ они уже довольно хорошо проточены и при иных обстоятельствах только за эти три итема пришлось бы отдать как минимум пару десятков тысяч рублей. Максимально эффективно сделать эти предметы можно при помощи выполнения заданий на всех персонажах аккаунта. Подробнее про грамотное использование твинков можете посмотреть в другом ролике у меня на канале, ссылка будет в описании. Грубо говоря, забираем главную награду месяца на каждом персонаже, перекидываем все на основу и затачиваем. Все легко и просто, но вот ваши сокланы всегда будут разинув рот слушать откуда вы взяли бесплатно итем, на который они скинули половину зарплаты. А кроме главной награды в боевом пропуске всегда есть агатионы и драгоценные камни, забрав которые со всех твинков можно сделать себе неплохие начальные итемы. Далее рассмотрим добычу талисманов Адена. Самое простое, что можно делать для их фарма, это просто АФК-кач в долине драконов. Однако, если вы активный игрок, то можно ходить на кебера каждый час. Прилетаем в Аден к вот этому вот НПСу и в зависимости от уровня выбираем одну из трех локаций. В начале каждого часа на 10 минут в этих местах появятся сначала специальные мобы, а затем ИРБ. Со всех там падают талисманы Адена и можно пару-тройку вот так получить довольно легко. А за неделю при активном фарме вы сделаете себе Аден на плюс 7, который будет давать аж плюс 50% к вашему опыту. Далее перейдем к талисманам скорости. Тут все еще проще. Прыгаем вот в эту временную зону. Доступна она с 76 уровня. Внутри нас будут ждать мобы, при фарме которых будет выполняться еженедельное задание. По итогу получаем несколько сундуков, откуда можно забрать либо уже заточенные, либо нулевые талисманы. Перетачиваем вот это вот все и получаем такую красоту в инвентарь в кратчайшие сроки. Но самое крутое это то, что можно такую еженедельную награду получать аж до 7 раз. Потому что задание можно сделать на каждом твинке аккаунта. При хорошей коммуникации или слаженной работе клана шмот вам не понадобится вообще. И буквально за пару недель вы реально сможете в инвентарь получить вкуснятину и закрыть соответствующие позиции в коллекциях. А тратить времени нужно не больше часа в день. Чтобы закрыть тему с талисманами, также добавим, что талисман Бенира можно взять за Адену. А осколки для его заточки также есть за Адену на рынке. Стоит его заточка довольно много, но так или иначе вполне реально сделать его без доната просто за Адену. Теперь давайте обратим внимание на древнюю Адену. Эту валюту можно получать за ежедневное выполнение заданий. Много внимания и времени она не требует, но вот награды очень даже неплохие. Фармить 400 или 450 даже древние Адены в день не составит труда. И таким образом буквально в первый месяц мы можем забрать себе довольно-таки вкусный шмот абсолютно бесплатно. Вообще за древнюю Адену можно много чего забрать, но на текущий момент оптимально будет сконцентрироваться на шлеме маны, либо на перчатках. Это топ для ПВЕ. Далее давайте обратим внимание на акции, которые так или иначе проскакивают в игре, ведь с их помощью я сделал себе на Е не только дорогой скилл луч, но и РБ оружие абсолютно без вложений. Регулярно залетают очень щедрые акционные предметы и при хорошей ориентации в правилах и условиях вы легко можете забирать буст буквально бесплатно с минимальными вложениями L монет, которые можно добыть опять же в самой игре. Кстати, давайте поговорим об этом немного подробнее. Лично я фармлю по несколько тысяч L монет в неделю через рандом крафты. Подробная инструкция о том, как это делать, опять же в ролике, который есть в описании. Кроме рандом крафтов вы элементарно можете выбивать Адену с мобов. Процесс это довольно медленный, однако эквивалент нескольких тысяч L монет в месяц вы вполне себе сможете делать. Главное помнить, что фарм Адены с мобов это самое унылое, чем только можно заниматься в Эссенс. И чтобы действительно развивать персонажа, нужно играть гораздо более активно. Кстати, не игнорируйте рынок, ведь в Эссенс есть и рынок за Адену, и рынок за L монеты. Цена Адены постоянно меняется в зависимости от акций, цена многих итемов также может резко взлетать или просаживаться в зависимости от того, что добывается в текущих лутбоксах. На этом всем можно легко апать бабло, но конечно рынок это тема для отдельного вообще ролика. Итого, игровым способом можно забирать венцы, пояса, драгоценные камни, талисманы Адена, властителя, скорости, бенира, вкусные шмотки и пушки, скиллы, драгоценные камни и агатионы. Также не забывайте про коллекции, а при умеренном активном времени в игре вы легко сможете сделать для своих персонажей итемы, которые другим обойдутся в десятки, иногда в сотни тысяч рублей. Огромное спасибо за внимание и увидимся в следующих роликах. Всем пока!